Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса последствий приостановления операции по счетам налогоплательщика в случае непредставления налоговой декларации. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном письме Минфин рассматривал вопрос о том, является ли такое приостановление операцией препятствием для исполнения судебного решения. Ну, например, опять же, изъятие денежных средств со счетов. Так вот, рассматривая этот вопрос, Минфин сослался на позицию высшего арбитражного суда, которая, эта позиция, она была изложена еще в 2012 году. И, согласно этой позиции, само по себе приостановление операций в связи с непредставлением декларации не является препятствием для исполнения судебного решения. Вообще, следует заметить, что данное разъяснение – это не первое такое разъяснение Минфина России. Аналогичные же разъяснения встречались в 2015 году. Хотя я признаюсь, что, честно говоря, вот этот вопрос я встречаю впервые. Тем не менее, в любом случае, данное разъяснение следует учитывать. И в данном случае, прежде всего, следует учитывать банкам, потому что в случае неисполнения судебного решения они могут получить штраф. Ну и в целом, конечно, такая ситуация может в какой-то мере рассматриваться как определенный способ, скажем, обхода, приостановления расходных операций. Ну, то есть, создается, скажем, какой-то искусственный долг, искусственный процесс, и под него получается исполнительный лист. Хотя, конечно же, следует признать, что такой обход блокировки счета в связи с непредставлением декларации, ну, он достаточно муторный и долгий, и, наверное, проще просто представить эту декларацию. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.